друзья мои всем привет всем огромный привет а продолжаем наше путешествие в владивосток питер вот здесь вот мы остановились кировская область деревня луза на деревня луза вот в этом вот месте и движемся дальше движемся дальше напоминаю кто на канал не подписан обязательно подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии всем приятного просмотра также не забываем про тайм-коды и про плейлист в общем все как обычно поехали так ну что хочу сказать во первых всех с праздником с пасхой поздравляю не всех а кто именно православный православный пасхи и едем дальше получается сегодня мы должны заехать до кирова как бы планирую я это сделать обязательно я думаю я это сделаю тут чуть-чуть осталось ехать то буквально там чуть-чуть так вот у нас прям сразу же сразу же начинается река за них а до река за них а или за них а где-то вот тут она протекает но мы едем дальше мы едем дальше так а вот у нас какая-то река елизаровка елизаровка сразу две реки таких фантомные реки реки и фантомные реки ну а как вы хотели еще вроде название то есть тарика то ли есть то ли нет вот скорее всего как я уже говорил во время половодьев бывает пантелеевый пантелеевый тоже какой-то населенный пункт или что-то типа того пантелеевый когда мы сейчас тоже проедем но чтобы не будем на нем останавливаться сейчас у нас сегодняшняя наша цель это посмотреть город киров понятно дело что не весь но какую-то часть обязательно должны посмотреть так что ждем я скоро там будем вот так вокруг все я думаю мы сейчас скорее всего сначала дай проедем вот эти вот мелкие населенные пункты потом попробуем глянуть фотографии ну тут так много будет шлихова столбова трушка вы семаки блин даже знаете давайте ладно посмотрим давайте пока это все пригородные поселки это все пригородные так поселки вот так вот она все выглядит перекошенный домик столбова фотографии посмотрим чуть чуть попозже так тут можно будет кстати повернуть вон какая-то недострой или заброшка или может строить что-то непонятно а скорее всего строить да только начали вероятнее всего ну как только начали на момент на момент вот этих вот фотографий так заедем сюда да почему бы нет до этого так и снова нам помогает владимир глухов за это ему конечно спасибо так глухого но это наверно а шикова шикова но это село это скорее всего село может в раннем случае поселок вон какой дождет наподобие детский сад есть не знаю вот скорее всего село пригородное село я так думаю конечно я не знаю но это село давайте spirits вот так вот вокруг все выглядит вот так вот вокруг все выглядит и и и и и и и и и Так Вот такой хороший Коттеджный домик Прям даже очень хороший Так, мы куда-то далеко поехали Нам туда не надо, давайте нам В ту сторону, зачем нам ехать дальше Ну тут такая обычная дорожка Обычная грунтовка Хотя Она и эта дорога В принципе нормальная Помните как мы ехали Там вообще была Когда мы ехали по Якутии И Магаданской области Так в принципе уютненько все строят Ну понятно, пригород Это все пригород Ух Какая злая собака Готовая разорвать Готовая разорвать нас На куски Так, начинаем мы понемножку выезжать отсюда Начинаем понемножку отсюда выезжать Так, и что-то мы тут застряли немного Тут какое-то Бревна Деревья Какой-то склад бревен Зачем это непонятно Зачем это непонятно Ну давайте обратно вот сюда Ну вот тут такой домик строят Ну уже построили Ну уже построили Сейчас выйдем на трассу Сейчас выйдем на трассу Поедем побыстрее Как бы Я думаю Все видите сами Что вообще происходит Тружковый Ну не будем особо на них зацикливаться Это все населенные пункты Сейчас будет еще симаки Проедем Я думаю Стоит их проехать Ну я думаю да Это Тружково Тоже деревня Наверное Наверное деревня Дружко Дружко Вы Вы Именно вы Вы Так Вот тут сейчас будет поворот Нам бы его не проехать Еще один Вот так А это уже у нас Симари Симаки Ну сначала Тружково Тружково А потом идут Симаки Блин А тут вообще отказывается ехать По этой карте А ну это апрель Апрель Вот Нех еще вокруг Лежит Такой Как видите То есть еще достаточно холодно Симаки Вот они Симаки Начались Вот Вот Ну знаете Так местами Лежит Обычно Вот так вот Где-то Во второй половине Июня Лежит В этом Северных Районах Воркута Норильск Там Где-то В июне Вот так вот Может лежать То есть Лето А снег Может лежать Ну Как бы Понятное дело Что Это север Здесь же Вполне нормальное Явление Вот так вот Ему лежать Еще В апреле Но это все-таки Уже не Лето Апрель Это еще Весна Тут это Обычное Явление Так Развернуться Можем Да Можем Развернуться Можем Спокойно Поехать Дальше Так Давай-ка Выезжай На дорогу Ну Давай-давай Не хочет Не очень Охотно Он хочет Ехать По этой Дороге Ну Ладно Хотя бы Так Это уже Хорошо Тут Как бы Ничего Нету Так Можно Будет Посмотреть Фотографии Ну И так Сейчас Давайте Выйдем Сначала На дорогу Так Вот Наша Дорога Выехали Мы на нее Правильно Мы едем Да Так Сейчас Нам Надо Так А Вот 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 Секунду Назад Счастливого Пути Ага Стелла Слободской Район Вот Слободской Район Да Мы его Проехали Вот такая Вот Стелла Предлагаю Сейчас Сделать Следующее Посмотреть Сначала Фотографии Посмотреть Фотографии То Что Мы Проехали Но Не Глянули А Потом Уже Соответственно Продолжим Так Зониха Деревня Деревня Зониха Ну Сюда Не Заезжали Но Фотографии Посмотрим Вот Вот Так Она Выглядит Ну Обычная Деревня Ничего Такого Особого Нету Так Пантелеевы Тоже Деревня Тут Деревень Очень Очень Много Пантелеевы Пантелеевы Да Так Столбово До Столбово Мы не доезжали Даже Вообще Даже Не А Ну Проезжали Почему Кусочка Задели Задели Можно Глянуть Тоже Можно Тоже Посмотреть Ну Вот Так Домики Так Шихово Шихово Там Проезжали Шихово Мы проезжали С вами Котенок Так Это Все Деревни Близ Лежащие Населенные Пункты Так Здесь Нам Ничего Не Интересно Тружковы Деревня Ну Фотографии Нет Ну Как Видите То Есть База Отдыха Царь Баня Вот Она Царь Баня Да Так Выглядит Прикольно Прикольно так ладно симаки тоже деревня но как видите видите без 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 фотографии фотографии никаких естественно нет подождите мы не сюда попали при елке-палке вот сюда да правильно или нет ну ладно в общем понятно примерно где-то здесь как бы это теперь уже особо-то неважно вот на кладбище новая макария кладбище новая макария смотреть какие саркофаги вот такое вот кладбище ну и соответственно что цветы венки и букеты ритуальный салон тут это логично торговать возле кладбища венками и всем прочим как бы потому что в любом случае в основном кто едет на кладбище как правило покупает все на месте чтобы с собой не везти так Обычная остановочка. А мы тем временем уже что? Мы уже подъезжаем. Киров-то он начинается у нас. Табличку я Кирова не видел. Пока я так полагаю, мы еще не в городе. Хотя знаете, это наверное уже он и есть. Город Киров, да? Да и походу что да. Или же нет? Да нет, я не буду считать вот это городом Кирова. Сейчас мы сначала проедем. Ух, какая церковь, какой храм. Вот это да. Церковь Троицы живоначальной. Да, красиво, красиво. Так, вот какая-то табличка была, но... Тыктывкар, Нижний Новгород, Кострома. Кострома, Кострома... До Костромы еще нам ехать и ехать, между прочим. Так, а нам вообще не сюда, а вот сюда надо. А, ну, будем считать, что это город Киров уже. Как бы пригород начало. Ну, сейчас мы мост переедем. Реки. Мост реки Вятка. Мы как раз... Или же нет? Да нет, есть река Вятка. Город на вятке. Город на вятке. Тут что-то строят. Вот так все выглядит. Так. А, тут вообще можно до 12-го года карту сменить. Что-то строят. Так. Едем дальше. И вот он начинается мост. Мост через реку Вятка. Река. Ну, а река сама выглядит вот так вот. Тут какой-то пляжики. Вот такая вот река. А вот он город Киров. Уже в полной нашей красе перед вами. Вот он город Киров. сейчас. Сейчас мы его немножко посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Аренда. Помещение в стиле. Более 300 квадратных метров. привлекательная цена бонусы аренда да там вот так вот премиум а это какой-то дворец бракосочетания нет премиум какой-то просто премиум это не дворец бракосочетания дворец бракосочетания был мы его проехали где-то он у нас вон там вот был давайте немножко сменим маршрут тут проедем чуть-чуть остин сити-центр ну торговый центр какой-то очередной таких много отличные сетевые магазины и и и и о башкирский троллейбусный завод вот такие троллейбусы выпускают башкирия и они используются в качестве перевозчиков в городе киров так тут какое-то огромное здание что это непонятно пятерочка завод сельмаш улица шерса улица попова улица воровского сум улица ленина в общем кто местный и кто знает я думаю для него ты так это не особо какой-то тайна куда ходит у куда ходит вот эти вот парш маршруты ну а кто не местные соответственно так же как и я эти названия ничего ничего особо не скажет электромашиностроительный завод акционерное общество до так ну давайте вот сюда проедем чуть-чуть поглянем тут у нас ну вот такие вот сталинки от кори все сталинки до посыпается все разваливается конечно печально вот это все выглядит я уже писал об этом и говорил об этом не раз но это проблема не только конкретно вот опять вот эти вот бараки которые давно пора уже сносить правда карта девятнадцатого года я не знаю может быть сейчас и многие расселены сейчас мне просто опять будут писать в комментариях что типа это все уже прошло сейчас все уже изменилось ну как бы изменилась может изменилась опять же повторюсь так нам все главное не съехать с дороги изменилась то может что-то изменилась я не против но опять же я показываю то что и вот сейчас есть на тот момент то что было то что там сейчас но будут если в более современной карты будет возможность эти фотографии посмотреть то пожалуйста посмотрим конечно же пока вот пока вот тут так вот выглядит все вот двадцать первый год ну ничего особо не поменялось и то эти тоже такие такого в обшарпанном виде дома но и понятно не конечно с тем не сравняться естественно блин вот эти давай без балконов это не общага случайно прям очень напоминает вот это общагу скорее всего это это она и есть а может быть и нет да нет вроде бы нет нет это не общага не 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 дом свадьбы блин какая красивая церковь церковь иконы божией матери всех скорбящих блин какая красота а это у нас блин из какой-то объект даже не знаю что это подождите какой-то какой-то блин режимный объект смотрите как как сделано тут как высоко вот здесь вот еще колючая проволока какой-то режимный начал попробуем может быть будет какая информация ну блин церковь конечно прям вообще ну класс смотрите отлично вот это напишите комментариях что это за объект не но это не тюрьма это понятное дело это что-то какое-то предприятие это какое-то предприятие да если кто место напишите что это за предприятие и к чему она вообще относится ну кто в курсе так а мы что мы уже куда-то дальше проехали так предлагаю вот тут развернуться сейчас проедем через вот эти вот вот эти вот эти вот эти так подождите нам не заблудиться бы только да вроде нормально все тут обычные такие домики частные вот это мы изобрели сейчас вот давайте вот сюда поедем посмотрим что тут еще так но я вреду я предлагаю наверное то мы сейчас посмотрим посмотрим сколько мы еще проедем так в целом то неплохо как бы но обычный город обычный город у какие эти прям сделаны как будто какая-то это скорее всего это т.д. т.д. местная ну да местная т.д. с и и и и и и и наверное, да, для работников завода, как этот ТЭД, наверное. Да, если я не ошибаюсь. Ну, я думаю, что да. Леруа Мерлен. Строительный гипермаркет. Так, и куда мы заехали опять с вами? Ладно, давайте здесь проедем. Давайте проедем здесь. Кошмар. Так, если будет поворот, сразу поворачиваем. Кошмар. Каша, грязь. Ну, вот эти балконы классные, такие большие балконы. В фазике стоят. Тут конечная. Я так подозреваю. Да? А может и нет. Скорее всего, наверное, конечная. Какая-то конечная. И вот такие вот дома. магнит, косметик. Блин, магниты везде. В каждом, в каждом, в каждом, в каждом городе магниты. В каждом городе магниты. Магниты, пятерочки и так далее. Ну, это конкуренты. Это конкуренты между собой. Так, а это уже, походу, вот это, по-моему, уже общага, наверное, да? Я так подозреваю, что да. Это общага. Ну, судя по окнам. Да, это, скорее всего, общага. Обчага. Ну, и общежитие. Ее можно так назвать. Как? В принципе, не имеет значения абсолютно. Давайте здесь посмотрим, проедем. Портмастер, тоже лидер. Портмастер, тоже лидер. Так, о чем мы тут-то забыли? Ну, давайте сюда. Тут проедем. А что тут можно было? Электропультовик. А тут, оказывается, можно проехать было. И вот снова какая-то, какой-то храм, церковь. Приход церкви великомученика. В общем, дальше я не прочитаю. Возможно, посмотрим их на фотографии. На фотографиях. Так, ну и обычная, типичная чешка. Обычный такой дом. Вот так вот все выглядит. Так, надо, конечно, наверное, лучше выбираться куда-то на более большую дорогу. Так, давайте-ка глянем вообще, где мы есть. Хотя бы примерно осознавать. Ну, нам, кстати, еще достаточно-достаточно. Можно много проездить, посмотреть. Предлагаю поэтому чуть-чуть проехать в сторону центра. И проехать через центр еще. Так. Ну, опять же, рекомендую подписаться на канал. Кто не подписан, кто подписан, молодец. Конечно, огромное спасибо, кто это сделал уже. Если ты этого не сделал, подпишись. Это будет очень сильно мотивировать снимать ролики дальше. Ну, тут уже, конечно, машин побольше, потому что все-таки центр. Да, весь, конечно, город-то мы не посмотрим. Вот опять, видите. Потому что мы, как бы, первые минут 20 где-то только подъезжали к нему. Так что, ничего страшного. Я думаю, в этом нет. Я думаю, ничего страшного в этом нет. Все нормально. Все нормально. в следующей серии будет много фотографий будем смотреть так что пока еще вот так вот да кстати хочу забегая вперед хочу сказать скорее всего мы не попадем с вами вологодская область скорее всего мы туда не попадем ну судя по тому как мы поедем но опять же не буду загадывать ничего заранее не знаю будет время покажет говорится будет видно посмотрите сколько народу вот в этот вот в эту кибитку хотят запихнуться блин никогда не приветствовал такие вот автобусы маленькие но реальность кибитка настоящий у нас просто такие же ходят во первых ты зашел сел вот вот опять поехала он но это вообще это это я считаю прям издевательство какое-то кировский государственный медицинский университет ну тут тоже такие вот домики свечки строят я честно думал тут таких нет о какой хороший памятник архитектуры вы посмотрите но это явно его отреставрировали давайте-ка посмотрим что было раньше от 19 вот сейчас конечно же все по-другому ну знаете он еще и он в двенадцатом году достаточно неплохо смотрел стоит за не видно что за знанием ухаживают как бы так немножко его вот тут немножко его приободрили ну красиво красиво как бы памятник архитектуры да он должен быть как памятника архитектуры но все же не в таком состоянии вот еще красивый дом вот красивый да тут все вот эти вот прям ну вот это конечно пока не очень пока но время покажет видно будет будет видно так вот вот это я понимаю вот почему сделайте так либо отреставрировать и старые вот эти дома либо ну опять же отреставрировать надо не так что прямо вот с виду будет как знаете как красивая обертка так филармония вятская филармония опять же отреставрировать и не так что прям вот тут с одной стороны красивая обертка и все сделайте нормально можно же нормально сделать вполне так сейчас немножко посмотрим как нам проехать бои не наверное так чтобы не не только спереди было красивый фасад ну вот это вот вообще что это ну а чтобы еще изнутри а то знаете как многие говорят вот обычно в центре дома реставрируют и по чиновники отчитались как же они красиво все это сделали дом отреставрировали а на самом деле по факту получается вот что это вот эти вот зачем вот эти вот дома кому вот зачем продаю пишет человек продаю кому он ее продаст никому он ее не продаст на фиг она никому не нужно продаю ну тут совсем все развалили да вот шестнадцатом еще стоял в семнадцатом восемнадцатом уже все посмотрите в семнадцатом еще тут кто-то я так полагаю жил вроде бы вот они окна да скорее всего а восемнадцатом уже все заброшено и превратили вот-вот во что превратили это здание не к тому что как бы знаете как бывают спереди вроде красиво красиво а сзади заходишь во двор и вот такой вот вид ну да и внутри особо ничего не сделали только передние фасад план то есть по центральным улицам здание наверно стоит и на первой линии на отдел при украсть как бы зачем лучше туда не браться так ну тут опять что-то строит ну как что-то что-то не что-то дома строят дома так сейчас надо будет не наверно повернуть начнем сейчас еще чуть-чуть проедем пару перекрестков я думаю можно будет выбрать место где нам остановиться сегодня мы точно его не добьем потому что во первых еще смотреть очень достаточно много да еще плюс фотографии мы не видели а уже в следующей серии продолжим мы будем досматривать и так давайте наверно повернем повернем вот сюда тут можно проехать можно вот какой-то новый новый жилой квартал домов понастроена блин целая куча проехать этот могу вроде смогу как надо будет вы выезжать вот ленинский район но давайте до него доберемся целый микрорайон построили целый микрорайон построили вот пожалуйста я не удивлюсь конечно если я к но это правда какой восемнадцатый год вот что нам а вот еще строят что это все скуплено уже ну я имею ввиду даже на тот год не на сегодняшний сегодняшний я не знаю что тут вообще как чтобы тут давайте вот так наверное немножко выйдем отсюда а то мы куда-то заехали прямо совсем не очень так тут какие-то строительные так до кладбища давайте доедем мариинской петелинское кладбище вот вот я думаю на этом хватит сегодня нам еще надо будет смонтировать видео завтра тогда уже будет будем снимать по новой а может быть и не завтра посмотрим так а вот снова мы выезжаем так не заблудиться нам я конечно все понимаю но мы начинаем блудить блуждать точнее поехали здесь тогда лучше как будет кировский государственный цирк мы его проедем он где-то вон там перед вами вы знаете кто игрушечный цирк шапитова да такое тоже вот оно колесо обозрения вот такое вот а вот он цирк шоу белых медведей да цирк макдональдс ну сейчас он сейчас он уже конечно же не макдональдс в любом случае вкусная точка ну разница суть об этом сути не меняет абсолютно суть абсолютно не меняет все то же самое только название сменилось ну в обход санкциям естественно все это делается так памятник так а памятник кому у нас можно ли посмотреть нет посмотреть нельзя может быть с этой стороны смогу увидеть блин к сожалению к сожалению нет так ну ладно что тогда предлагаю сейчас доехать до места где нам остановиться не будем сегодня затягивать серию как бы нам все по-любому все же по-любому мы не посмотрим даже как попытаться не буду так может быть нам сюда вообще нужно давайте вот сюда так выберем место да давайте знаете что ладно поехали пока поехали пока дальше возможно мы даже даже сегодня и посмотрим посмотрим какую-то часть может не все но посмотрим давайте до конца вот этой улице доедем ну как до конца не то что прям до конца вот какой-то виадук но это не виадук а целый железнодорожный узел транспортный узел целый такой прям транспортный узел магниты различные магазины сетевики все здесь есть максим днс днс и ну все все есть днс да обычный такой типичный город не миллионник это не миллионник город ну тоже сколько в нем где-то полмиллиона или нет больше тысяч шестьсот наверно где-то так где-то примерно так так ну предлагаю знаю что сделать как бы нам не заблудиться бы а давайте-ка наверно ну давайте чуть-чуть вперед проедем еще прямо делать юго-западный район я просто не хочу потом искать то место где мы остановились давайте наверное сейчас вот здесь вот мы вот эти дома проезжаем и как бы на этом все наверно уже так проехали больше чем планировали сделать но так всегда бывает так бывает всегда так где бы нам теперь остановиться так ну давайте вот сейчас будет поворот вон там впереди и здесь мы остановимся с вами так метро метро так давайте все таки вот тут мы остановимся напротив метро мы блин проехали конечно и я не хотел проезжать мимо даже знаете что давайте мы вернемся чуть чуть назад сейчас повернем в эту сторону так не проезжай мимо вот он поворот ну а дальше уже будем разбираться по ходу блин дело ну а дальше уже будем разбираться по ходу блин дело ладно чё тогда давайте напротив метро станем а уже потом продолжим посмотрим как вообще что и будет из этого все вот на этом месте в общем останавливаемся а вот напоминаю кто не подписан на канал подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии до новых встреч увидимся всем до скорого всем пока пока и Продолжение следует...